Ну что же, добрый вечер всем еще раз. Я приветствую вас всех. Если тема по визуализации вас как-то затрагивает в профессиональной сфере, в жизни, в работе, если вы визуализатор, либо если менеджер проектов, либо дизайнер, то информация сегодняшняя и последующих блоков, я уверен, будет для вас полезна и критически важна. Эта информация назрела давно, мы все никак не собирались, чтобы ее систематизировать и выдать в едином каком-то концепте. Но вот время, собственно, пришло. Пришло оно уже давно, но вот сейчас наконец-то руки добрались, можно так сказать. Не без помощи наших заказчиков, не без помощи наших проектов, которые нам нужно делать быстрее, аккуратнее. И, естественно, не без вашей помощи, потому что, ну, просто самому сесть там записать, это все достаточно скучно, гораздо интереснее, эффективнее и нагляднее. С большей отдачей можно провести время с вами. И, возможно, информация, которую даю я, она, конечно, отобрана достаточно плотно. Но, может быть, у вас какие-то еще будут интересные мысли, наблюдения, добавления. Все точно так же, как с индустрией визуализации. Если у вас будут какие-то включения, с удовольствием их приму. И давайте сделаем такую универсальную систему по стандартам, по качеству, как мы, какие изображения мы должны видеть и какие изображения мы должны делать. Если мы либо заказчики, либо визуализаторы. Всего у нас будет 10 блоков разных, по которым мы будем проходить достаточно детально. Торопиться мы никуда не будем. Подготовлена на данный момент вся информация, абсолютно вся. Это текстовая информация в виде тезисов, которые у меня записаны, которые могут быть записаны у вас также в конспектике. Вся эта информация иллюстрирована картиночками. На данный момент их около 700 штук. То есть 700 картиночками с вами посмотрим в итоге, объясняющие те или иные вещи по тому, как должны быть сделаны те или иные элементы. Мы не будем давать никакие технические моменты. То есть для этого есть отдельный курс, либо по базовому 3D Max бесплатный, либо по моделингу бесплатный, либо платный по визуализации. То есть как именно делать, мы рассказываем уже на конкретных примерах на обучении. Хочу тоже поставить небольшой экран, чтобы вы чудес не ждали, что вы научитесь, как делать. Нет, вы просто получите чек-лист, что должно быть на изображении, но не как именно это сделать. Поэтому в основном у нас будет не для визуализаторов действующих, скажем так, у которых уже есть какие-то свои наработки, а для менеджеров, для дизайнеров. Ну, либо для начинающих визуализаторов, для тех людей, у которых есть какие-то огрехи именно в базовых знаниях по дизайну, либо просто не понимают, почему не получается. Все вроде так, все делается, все хорошо, сабдиво накручивается, но ерунда какая-то получается. Вот именно для этого случая. Кратко, для тех, кто не знает, я 3-5 минут посвящу базовой информации о себе, что мы делаем, как мы делаем, когда мы пришли. Нас студия называет студия Санислава Орехова, Майамина, мы занимаемся визуализацией, дизайном и обучением в этой сфере. Мы делаем и офисные, и частные жилые, индивидуальные дома, совершенно разные, классические, современные, спальня в разных стилях, кабинеты директора. Кстати, сразу же смотря, можно смотреть и на качество изображений. То качество, которое мы предоставляем, оно не является идеальным, и оно, если по градации какой-то, оно далеко от идеального, чтобы авар получить, либо какую-то награду. Но это вот стандартная, типичная коммерческая визуализация, которая продается и у которой есть свой потребитель, свой заказчик. То есть это дизайнеры, строительные компании, девелоперы, они покупают вот примерно это изображение. Весь фокус, пока я рассказываю, просто мотаю, буду еще дополнительно рассказывать. Весь фокус создания изображений качественных заключается в том, что не требуется больше времени, чем нужно на создание таких изображений, чем времени, созданных, когда создается изображение некачественное. Просто это внимательность, какое-то трудолюбие, определенная систематизированность у себя в голове и понимание того, что должно получиться в итоге. Поэтому времени больше не потребуется, а качество можно улучшить. Дополнительным работам для девелоперов делаем экстерьерные различные визуализации в Сочи, Детский мир. То есть проекты совершенно разные, ресторанная тема, визуализация просто одной комнаты в Киеве. И богатые интерьеры, вот такие и совершенно обычные, в Икеа стиле, таунхаусы, дома частные, да и совершенно разнообразные интерьеры. И, соответственно, здесь происходит и дизайн, и визуализация. Вот очень хороший пример для тех, кто еще его не видел, для чего, собственно, нужна визуализация. В данном случае был выполнен проект в 3D и потом был реализован. Вот для того, чтобы посмотреть заранее и получить практически похожую картину, как было и как стал, показывая данное изображение клиента и продавая услугу дизайна, это получается делать очень хорошо. Вернее, в услуге дизайна продаем услугу визуализацию дополнительную и, естественно, заказываем ее у вас, у наших подрядчиков. Есть одна особенность такая, что, как я сказал, в нашей студии, у нас есть 3 студии по сути, это визуализация, дизайн и обучение школы дизайна. Самое интересное, что студия визуализации у нас занимается в основном вот такими проектами для девелоперов. То есть мы практически не делаем визуализацию для частных клиентов, для дизайнеров. По ряду причин у нас такая спецификация. И в студии по дизайну, это отдельная студия, у нас нет своего штатного отдела по визуализации. Мы построили работу свою так специально, чтобы всю визуализацию заказывать не в нашей студии визуализации на данный момент, а мы используем только труд подрядчиков сейчас, которые выполняют проекты. У нас есть менеджер проекта, даже два, который работает и с клиентом, и с дизайнером, и с арт-директором. Передают по определенному алгоритму задания для наших подрядчиков. В основном это ребята, которые прошли обучение на наших курсах визуализации. Ну, по крайней мере, они знают, что нужно делать, и мы получаем достаточно прогнозируемые результаты, стандартные качества. И работы, соответственно, выполняют они по стилю, похожей, как нам нужно. Особенно это важно, когда у нас есть большой проект. Например, сейчас мы делаем большой офисный комплекс, Кенрос называется, Магадани, для золотодобывающей компании. И там помещений, наверное, 20, и все они должны быть сделаны одновременно. Соответственно, работает у нас около 20 визуализаторов одновременно. Ну, может быть, чуть поменьше, может быть, около 10-15. 20 все-таки много, каждый делает по одной-две комнаты, общается с менеджером. И основная задача для нас, как для общего заказчика, получить все картинки примерно одинакового качества. То есть не то, что какая-то будет суперская, какая-то там пройдет. Нет, это не главное, мы должны все уравнять. И с этой задачей можно справиться только, если у нас будут какие-то пожелания, какие-то стандарты. Очень много есть интересностей в организационной работе менеджера, когда у нас есть большой проект. К сожалению, сейчас мы не об этом, мы об этом сможем поговорить в какой-нибудь другой раз. Как сделать так, чтобы эффективно работало одновременно 10 человек с одним менеджером. И делали похожий проект с похожими элементами. Но очень интересные моменты есть. А что касается по визуализации, то комментировать приходится практически всем практически одно и то же. Ошибки одни и те же. Кстати, то, что мы будем разбирать вообще в этой системе, в системе стандартов качества, будет все основано не просто так на каких-то картинках, не на текстовой информации, которую я написал и вам рассказываю. Совсем нет. Я собрал достаточное количество материала, то есть у нас проработано... У нас обучение прошло более тысячи человек за 4 года, 2009-го, за 4 года полных. Это уже шестой поток закончился вот недавно. Соответственно, я вытащил и вывел на фасад к вам вот сюда вот в эту часть информационную. Именно те работы, которые... Вернее, не то что работы, а ошибки и проблемы, в основном, которые встречались в процессе. Поэтому мы будем рассматривать все наши работы, все наши стандарты, проблемы и ошибки на работах нашей студии, на работах наших учеников, на промежуточных работах. То есть все будет сделано именно на практике. Поэтому эта информация, я считаю, бесценна. Это сосредоточение такого вот опыта, который будет у нас от начала до конца разложен на конкретных примерах. Сразу же прошу прощения, если кто-то увидит свои картинки, и я буду на них рассказывать, что что-то не так, если кто-то у нас обучался и сейчас присутствует, я думаю, ничего страшного не будет в этом. В том числе там есть и наши картинки, и наши работы, которые я смотрю, они тоже содержат очень много ошибок. Реально много. Практически к каждой работе можно придраться. И это тоже нормально. И этим я и буду заниматься, буду придраться к тем вещам, которые нужно было бы сделать по-другому. Так, ну давайте докрутим. Что здесь дальше? Дальше современные стандартные достаточно квартиры. Вот, кстати, очень интересный проект. Это, собственно, ручно, можно так сказать, разработанный комплекс в Сочи, гостиничные и апартаменты. А-ля как в Монте-Карло сделано. Вот такой вот заказчик попросил стиль, и разместить попросил на определенную территорию. Но, к сожалению, был кризис, был сделан проект достаточно давно, и он не был построен. Но хорошие новости. Буквально недели две назад у меня его купил в Нигерию какой-то там руководитель чего-то из правительства, и, возможно, подобный комплекс будет построен в Нигерии. Ну, то есть я сначала думал, что это какая-то ерунда, но просто потом, когда он уже деньги прислал, и говорит, давайте работать, ну, стало интересно. Мне, конечно, очень хочется построить подобный объект и посмотреть, что из этого выйдет. Хотя бы даже и в Нигерии. Фотография. На нашем сайте, кстати, да, для тех, кто не знает, наш сайт называется вот так. Можете зайти, посмотреть в портфолио, соответственно, 3W. Там очень много разных проектов, которые вы сможете посмотреть. И фотографий реализованных объектов, и 3D-шек. Фотографий, к сожалению, не так много, мы занимаемся фотографированием, будем заниматься фотографированием активно со следующего года. Все то, что настроили, пока некогда было, все работали. Офисные центры большие делаем, ну, и различную такую недвижимость с красивыми картинками. Вот примерно, чем мы занимаемся. И давайте сразу же в продолжение. Вот чем занимаются наши студенты, которые обучаются в школе дизайна. То есть, предыдущие у нас были изображения, посвященные студии визуализации для девелоперов и студии дизайна, когда мы делаем, собственно, проекты. Данное PDF посвящен тому, какие картинки делают наши визуализаторы на обучение. Визуализаторы-дизайнеры, кто приходит обучаться. Собственно, почему я показываю, да, не просто, чтобы хвалиться, какие у нас замечательные ребята, хотя это действительно так, но и чтобы вы понимали, что вот это примерно тот стандарт, к которому мы идем. То есть и предыдущие, то, что я все показывал, практически все элементы, они, все визуализации, они в той или иной степени подходят под определение стандарта, с которым мы работаем. И в особенности работы ребят, я специально подобрал здесь разные, это работа только шестого потока. Кого-то здесь нет, поэтому, если кто-то у нас присутствует, тоже не расстраивайтесь. Я просто на бум взял несколько картинок, все они достойные. Все эти работы вы можете посмотреть на нашем сайте, если вам будет интересно. Ну, общее представление вы имеете. Я сейчас не буду описывать, что здесь хорошо, что плохо, мы этим всем займемся отдельно, когда мы будем рассказывать про свет, про материалы. Ну, вот такой светлый интерьер, темный интерьер, вот такой в нейтральных тонах интерьер в стиле шале. Вот совсем необычный тоже с колор-балансом, с таким синим. Совершенно замечательная спальня. Мягкий современный интерьер, классический, с разными эффектами. А вот еще один. Ну, и вот тоже еще один мягкий современный. То есть, вот, примером, такие проекты в разных стилях, все они отвечают всем требованиям, про которые мы будем говорить. У нас в финал попадают и выпускаются с курсов только те, кто не ленится и работает до конца. Все инструменты, по крайней мере, для этого есть. Как я и сказал, все то, что у нас будет идти дальше, будет разработано на основе работ, которые были, и вариантов работ, которые были сделаны в промежутках. Вытащены самые распространенные ошибки, выделены самые важные правила по каждому из элементов, и они будут вам предоставлены. Если в процессе рассказа, либо в процессе работы у вас потребуется необходимость не только услышать, что должно быть, но и как именно это сделать, вы сможете выучить все эти вещи либо самостоятельно каким-то образом, либо, если у кого-то будет желание, прийти к нам на обучение, в эту же обучающую программу и пройти все это вместе со мной примерно за месяц. Мы добьемся таких же результатов. Вроде все рассказал. Давайте пока мы не перешли к моделингу. Хотя нет, содержание у нас еще есть. Содержание сейчас я расскажу. Есть ли у вас, может быть, пока какие-то вопросы? На данный момент есть ли какие-то вопросы? Картинка запаздывает. Прошу прощения, я думаю, ничего страшного. Как вы успели так много выполнить проектов? Здесь есть два ответа. Во-первых, я очень много работал определенное время. Примерно лет 6-8, сразу же после первого курса, я очень много работал без выходных, практически делая одну картинку в день. Или не то, что даже картинку, а проект даже бывало. Ну или два дня максимум. То есть очень-очень быстро, очень-очень много прошло работ через меня. А дальше делегирование. Нет никакого другого варианта сделать многое, кроме как делегировать часть работы. Как только я научился делегировать моделинг, я начал делегировать моделинг. Это произошло года через 3, наверное, после того, как я начал работать. А визуализацию я научился делегировать лет через 5 после того, как я начал работать. Ну и дальше все стало уже достаточно просто. Особенно самый большой прорыв произошел, когда мне удалось систематизировать то, как делать изображение, как делать картинки, записать это в тогда еще небольшой курс на 30 страниц. и начать обучать наших сотрудников и людей из вне. Вот с этого момента у нас очень стало много хороших визуализаторов, с которыми мы можем работать. Ну, вот примерно так. Так. С картинками беда. Будет ли информация в курсе визуализации продвинутым? Продвинутым. Да, будет, конечно. Для тех, кто визуализацию курс проходит, вся информация должна у вас быть. Мне нужен такой светильник. Где узнать название производителя? Давайте сейчас не про светильники. Зависит ли качество стоимости проекта? Очень хороший вопрос, да, Тимофей, по поводу качества и стоимости проекта. Сказать, что зависит, будет немножко нечестно, потому что, как я вам сказал, качественный проект сделать стоит столько же, сколько и некачественный. Сказать, что не зависит, тоже может быть не совсем правильно. Скорее, есть макетная подача и подача фотореалистичная, максимальная, детальная. Если мы сейчас, в данный момент времени, мы ограничимся в рамках. То есть, за левой рукой у нас будет находиться макетная подача и, что называется, текучка, а с правой стороны у нас будет суперфотореалистичная и конкурсная работа. Мы с вами специально ограничимся вот этой рамкой в пределах рук для того, чтобы не распыляться. Потому что тема для обсуждения очень большая и мы можем просто целый год этому посвятить. В данном конкретном случае, когда мы говорим о коммерческой визуализации, я считаю, что качество должно быть определенным и стоимость должна быть определенной. То есть, я за какой-то понятный, открытый рынок. Это важно и визуализаторам, чтобы понимать, сколько это будет стоить и какого качества нужно работать. И дизайнерам, чтобы когда дизайнеры рассчитывают бюджет для клиента, они могли спокойно закладывать 20 долларов, 10-15, кто сколько, на визуализацию. Вообще, по-хорошему, лучше 20 закладывать, минимум 15. 10 отдавать исполнителю и 5 раз себе за менеджмент. Ну, либо 10, если у вас получится за менеджмент взять. И спокойно, не дергаясь, платить визуализатору столько, сколько эта работа должна стоить, а не пытаться выжить за копейки какие-то по максимуму. Но требовать от него определенных стандартов. Собственно, вот для этого и было сделано все это мероприятие, вся эта работа, которую мы сейчас с вами будем вести. Она сделана для того, чтобы, как я вам сказал, на студии дизайна, для того, чтобы нам удобно было общаться с визуализаторами, каждый раз, каждому человеку отдельно, не тратя по часу времени объяснять, как мы работаем, что мы делаем, какого качества нам нужно, чтобы визуализатор не думал, что сейчас он сделает текучку и она пройдет как-нибудь. Она не пройдет, потому что мы объясняем, что нам нужно, и он будет делать хоть месяц, хоть целый год, если он не сделает, он не получит расчет, не получит денег, а подведет и себя, и нас. То есть, если человек не может взяться за эту работу, он сразу же понимает, нет, я такой уровень не тяну, я пойду что-нибудь другое делать или подучусь, а потом буду тянуть. Но с другой стороны мы ему объявляем всегда стандартные понятные деньги за конкретный проект. То есть, вот этот объект в нужном качестве будет стоить вот столько-то. Это очень удобно для менеджеров тоже, потому что мы не распыляемся на то, что, ну то есть, мы не зарабатываем на визуализации. То есть, у нас есть стандартная цена, которую мы платим, мы готовы там условно платить, условно, да, сейчас говорю, 10 долларов за метр. Заплатим мы 7, 8, 10 или 12, в принципе, никакой роли это не играет, ну, по большому счету. Нам важно найти адекватного человека, специалиста, который просто тупо сделает. Вот, к сожалению, сейчас найти людей, которые тупо сделают, качественно, достаточно сложно. Мы хотим, чтобы таких было больше, поэтому мы вот и занимаемся тем, чем занимаемся. Можно ли где-то посмотреть список примерно стандартный, на что обратить внимание? Да, сейчас я удам в содержание и, собственно, мы сейчас этим и занимаемся. Я сейчас буду не то, что какой-то примерный список, я буду детальный, состоящий из 180 позиций, список вам рассказывать в течение сегодняшнего и следующих дней, когда у нас будет идти данный проект. Когда будет следующая распроизуализация? Либо в декабре, либо в январе-феврале. За сколько времени обучаете людей? За один месяц? Сколько уходит времени на рендер одна картинка не сильно сложной классики помещения 30 метров? Три часа. Я не занимался визуализацией, с обучением, сейчас необходимо работать самостоятельно для прохождения курса визуализации, заявленный уровень базовых знаний. Когда ориентируешь следующий курс? Ответил. Но можете уже базовые знания получать сейчас на базовом 3D Max, потому что продвинутая визуализация, она подразумевает того, что вы базовые инструменты знаете. Поэтому базовый 3D Max уже изучаете сейчас, а потом подключите, когда будет группа. Ценообразование в регионах по этим же стандартам отличается от московских, и как его вычислять? Очень хороший вопрос про регионы, другие страны и все остальное. Я бы хотел заострить здесь внимание, это вопрос очень важный. Не зависит визуализация, потому что в основном вы работаете по интернету, от региона. Ну то есть вообще не зависит. В этом-то и заключается самый большой фокус и самый большой плюс для людей, которые живут в более экономически легких районах, например, на Украине, в Белоруссии и работают с московскими, например, архитекторами, либо с иностранными, с европейскими, с американскими компаниями. Это очень хорошо для вас, потому что работая качественно и здорово вы можете получать максимальную зарплату стандартную по московским давайте возьмем меркам, находясь у себя в любом городе, либо в России, либо в другой стране и получать больше денег, чем все остальные. Сделать это достаточно просто, объясню сейчас почему. Московский дизайнер-архитектор, если он работает, у него всегда альтернатива есть. Альтернатива заключается в том, чтобы найти кого-то на месте и отдать ему проект, либо взять кого-то в себе в студию, в офис, посадить, чтобы человек работал. Как минимум это 50-60 тысяч рублей в месяц, меньше сложно найти нормального специалиста, нормального, я подчеркну, даже нехорошего, нормального специалиста. И соответственно это полторы-две тысячи долларов. Он с удовольствием, архитектор заплатит похожие, либо чуть меньшие деньги за удаленное сотрудничество. Чуть меньше нужно понимать за что, не потому, что он жадный, а деньги платятся не только за работу, но и за менеджмент. За счет того, что удаленный сотрудник находится на расстоянии, менеджмент будет съедать определенную часть затрат, процентов, наверное, 30 минимум. Соответственно, чуть-чуть поменьше заплатит, но с удовольствием будет работать с удаленным сотрудником. Поэтому я бы здесь сильно не парился по поводу где вы живете. Об этом можно даже никому не говорить. Если вы работаете с клиентами из благополучных регионов, либо с хорошими проектами, которые заказывают для себя люди, строящие большие дома, большие объекты, там проблем с этим не будет. Вопрос в том, что почему выберут именно вас? Это другой вопрос, который мы обсуждали очень плотно и детально на индустрии визуализации. Подобный у нас тренинг был полностью предыдущие полгода 34 часа аудио, там все детально разобрано от начала до конца. Сейчас останавливаться не буду. Как платите визуализатору аванс либо расчет после получения ожидаемого результата? Елена, попозже расскажу, не сейчас, тоже отдельная песня. Случалось ли у вас проекты на устно-договорной форме? Да, очень много. Очень много. Я правильно понял, вы активно используете услугами фрилансеров, если да, часто ли они вас подводят? Да, мы активно пользуемся, очень активно пользуемся услугами фриланса, в принципе, на этом мы живем. У нас в студии концепция такая, что в офисе, именно на месте, в стенах офиса работают в основном управление и дизайнеры такие, ну, самые главные. Все исполнение у нас работает удаленно. И как часто подводят? Ну, бывает, бывает подводят. Слава богу, у нас есть всегда альтернатива. И это очень хорошо, что есть всегда альтернатива. Как найти заказчик на визуализацию из других стран? Не тема сегодняшнего разговора, совсем не тема, поэтому сейчас не буду останавливаться. Станислав не работает в филансе, он работает со своими выпускниками. Ну, в основном, да, в основном. Иногда, когда мы не успеваем, берем кого-то и со стороны даже иногда. Ну, к сожалению, не то, что к сожалению, просто этим не я заведую. У нас есть менеджер Анастасия. Вот, парочку людей она берет на некоторые проекты. Я знаю, что делали не только наши ребята. Просто все были заняты, вдруг срочные и кого-то еще брали. Но редко, честно говоря. Всем визуализация этого вот на Москву местные дизайнеры не могут платить таких же, так же, как московские. Ну, окей, да, в чем вопрос, или это не вопрос, это просто утверждение. Если не могут, то зачем же к ним лезть и говорить давайте платить. Ну, если не могут, пусть не платят, работайте там, где есть деньги. Вот это меня всегда поражает, зачем пытаться худить рыбу там, где ее нет, в принципе. Обучалась у Алекса Скидла, есть свой сайт, хотелось бы, чтобы вы оценили качество виза. Не сейчас. Где меньше конкуренции, на что больше спрос на интерьерс? Так, так, так. Давайте, наверное, с вопросами пока закончим, потому что так мы не перейдем к сути происходящего. Вопросы будут, наверное, потом, еще дополнительные. А сейчас перейдем к основной части. Поехали. Первая часть у нас будет посвящена содержанию. Давайте я кратенько расскажу обзорную экскурсию про то, что мы будем вообще разговаривать, что мы пройдем и что у нас должно быть. Вообще, я разбил всю тему на 10 позиций. 10 позиций, которые нужно соблюсти и в каждой из которых можно есть свои стандарты и в каждой из которых есть свои ошибки, которые можно совершить. Соответственно, вы можете, кстати, сейчас конспектировать. Для вас, наверное, это будет тоже удобно и интересно, если вы все это запишите. Позиции у нас будут, сейчас я расскажу, какие они. В каждой из них будут правила, что говорится о том, что должно быть, что хотелось бы. как оно должно выглядеть и второе, у нас будут либо ошибки частые, наиболее встречаемые в этих правилах и просто частные случаи. Потому что одно дело, когда я скажу просто правило, надо делать хорошее изображение, чтобы оно выглядело качественно по текстурам. Это понятно, это, мне кажется, всем понятно и вообще обсуждению не подлежит какому-то. По сути, можно сказать, что какое-то изображение должно быть, оно должно быть выразительное, хорошо сформировано по композиции, с правильным светом, с правильной постановкой камеры, с правильными материалами, объектами, наполнением и красивое по дизайну. Вроде все логично, круто и понятно. И можно, в принципе, заканчивать, нажимать крестик и всем спасибо, говорить всем до свидания. фокус заключается в том, что все мелочи, они заключены в деталях. И когда мы копаемся в деталях, есть наиболее распространенные ошибки, связанные с этими вещами. Об этих ошибках как раз мы и поговорим тоже. То есть я буду говорить, как оно должно быть, а потом, где люди в основном ошибаются. Вот на таких примерах, мне кажется, будет наиболее удобно все это посмотреть. Но опять же, если будут вопросы, давайте разбирать. Мы торопиться не будем. Как вы уже, наверное, поняли, у нас достаточно спокойная, расслабленная беседа. Никуда не гонимся. Спокойно, четко, подробно разбираем все от начала до конца. Так вот, 10 позиций. Первый это моделинг. Все предметы мебели, наполнение и комнаты, и наполнение, соответственно, и мебели у нас должны быть выполнены качественно. Что такое качественно, мы поговорим сейчас отдельно. Они должны быть похожи на реальные, правильного масштаба, ну и так далее. То есть, все, что касается моделинга, у нас должно быть идеально на нашей картинке, идеально до каких-то границ. Хорошо сделано, скажем так. Это первое условие качественного изображения. Второй текстуринг. Все эти модели должны быть затекстурены, верно, без каких-то ошибок, без проблем, без съехавших текстур, масштаба, мэппинга и так далее. Третье, это материалы. На все объекты у нас должны быть наложены, кроме текстуры, качественные материалы, чтобы было понятно, что здесь у нас находится дерево лакированное, здесь стена, покраска, здесь ткань и все остальное, что у нас присутствует в сцене, чтобы оно читалось не только цветом, но и материалом. Материалы очень важны. Следующее это свет. Без света тоже никуда, чтобы это все зажило, чтобы наша геометрия с цветами и материалами зажила своей жизнью правильно, нам нужно все это засветить. Как должен быть поставлен, построен свет, это тоже целое искусство, не побоюсь этого слова, вот здесь уже это действительно искусство. Здесь у нас очень важно понимание, как должно быть, как бывают, какие стили бывают, подачи, что именно хотите вы получить, нужно знать заранее, желательно, и какими инструментами можно это сделать. Это тоже очень важно, чтобы вы не тратили время на эксперименты. Как можно смешивать эти схемы, стили, и как нельзя, что такое свет и дизайн, здесь, как ни странно, он тоже будет у нас присутствовать, вы хотя бы должны иметь базовое понимание, даже если вы не дизайнер, но как визуализатор вы обязаны тоже иметь базовое понимание по этой теме для того, чтобы сделать качественную визуализацию. И если дизайнер делает проект, либо визуализацию, либо ставит задачу визуализатора, он должен понимать, какие светильники включать, какие нет, и почему именно так. То есть он может либо посоветовать, либо рекомендовать. Но, еще раз говорю, я считаю, что визуализатор по умолчанию сам должен все это понимать, всю эту тему он должен знать от начала до конца. Это не сложно, вы в этом убедитесь на следующих занятиях. Следующее. Поставили свет. Качество. Качество картинки, которую мы считаем. На самом деле после света, наверное, все-таки камеру более логично было сделать. Наверное, я поменяю действительно местами камеру и качество. Ну, пока у нас так. Пятое. Это у нас качество изображения. Мы должны просчитать картиночку, чтобы не было шумов, ваты, каких-то глюков. Чтобы у нас V-Ray просчитал, как инструмент сделал изображение максимально неиспорченное. За разумный срок, за разумное время. И здесь мы поговорим о компромиссах, о том, что можно делать, что нельзя, какое разрешение должно быть. Все, что с этим связано. Как мы должны в итоге получить финальную изображение для дизайнера и что мы должны отдать ему на выходе. Следующее. Шестое. Это как раз камера position. Позиция камеры. Это пока не композиция. Композиция у нас отдельно идет в отдельной теме. Следующий. Пока только позиции камеры. В данном случае, когда я говорю камера, я хочу опять же стандарт какой-то утвердить. Есть для коммерческой визуализации определенные стандартные условия. Мы немножко отходим в данном случае от творчества, от какого-то своего я, от подачи, как бы нам этого не хотелось. Показа каких-то определенных мелочей, вещей, показа зуммирования или чего-нибудь еще наклонных и драматических углов, мы должны тупо сначала сделать свою работу. Мы ставим камеру так, чтобы показать максимальный интерьер и сочетание всех элементов, которые в нем присутствуют. То есть то, что дизайнер хотел показать для клиента. И в этом разделе у нас совмещены и соединены все правила, касающиеся стандартной подачи, стандартной позиции камеры. Для тех, кто очень хочет поэкспериментировать, у нас есть там естественно включение, что вы можете экспериментировать сколь угодно, но после того, как вы сдадите дизайнеру работу, которую он хочет видеть. Дальше уже включать можно фантазию на максимум и делать все, что душе угодно. Следующая часть у нас седьмая, как раз таки это и композиция. А вот композиция уже больше завязана на творчество. В ту стандартную позицию камеры, которую мы поставили с вами в предыдущем пункте, мы можем и мы обязаны включить дополнительные элементы, присутствующие в нашем же интерьере. Это может быть, ну вот как я сейчас показываю. Например, куст. Вот он куст. Казалось бы, пустая стена. Вот у нас появился куст и автор проекта решил, решила дизайнер, что неплохо бы показать вот здесь вот кусочек. Вот здесь еще какой-то элемент у нас, наполнение. В общем, отрезано все именно так, как оно должно быть. Да, можно здесь немножко поспорить, конечно, если будет желание, но это можно у кого угодно, найти какие угодно элементы. Важно то, что в данном случае визуализатор сделал свой выбор композиционной составляющей данного проекта. Вот он сделал, а он его предложил. Это элемент творчества. Здесь то же самое. Если мы смотрим, то же самое дизайнер, визуализатор показал дизайнеру объект, обратите внимание, очень удачно, отрезав по самый край с правой стороны и слева тоже практически по самый край. Не делая искажений, показал полностью практически весь интерьер. И еще, что здесь симпатично, это вот этот угол. Он не посередине. Плохо, когда угол посередине по композиции, а он чуть-чуть смещен. Поэтому вполне так получилось. Все здорово, все классно. В общем, раздел про композиции посвящен некоторым советам, которые мы можем дать базовым. Но очень сильно рекомендуется изучать фотографии, изучать вообще, что такое композиция и работать и работать в этом направлении по максимуму. Потому что это нечерпаемый ресурс знаний и развития своего. Следующее, восьмое. Восьмое – это дизайн. Дизайн крайне важен, очень сильно. К сожалению, визуализаторам достаются не всегда замечательные объекты, не всегда хорошие проекты. Иногда визуализаторы делают свою работу на основе не очень хорошего дизайна, мягко говоря. Дизайнеры бывают начинающие, бывают просто неопытные, бывают разные случаи. Иногда бывают не очень хорошие объекты сами по себе, какие-нибудь однокомнатные квартиры без кого-то дизайна, реконструкции. Тем не менее, все равно заказывают. Важно понимать, что красивые изображения хорошо сделаны чаще всего получится только в том случае, если применен качественный красивый дизайн. Как ни старайся, как ни накручивай сабдивы, не делай там эффекты. Мало кто это оценит и мало это будет изображение полезным для портфолио визуализатора, если это не очень качественный дизайн сам по себе. Поэтому будьте внимательны, когда вы выбираете проект. Ну понятно, что это звучит так немножко. Странно, будьте внимательны, когда выбираете проекты. Тут еще можно сказать, что мы вообще без проекта сидим, кто-то скажет и что-то еще выбирать. Да, это так, но тем не менее, в голове все равно держите, если у вас в портфолио будет какая-то ерунда, то есть чаще всего вы с этой ерундой будете работать в дальнейшем. Одним из основных факторов того, что у меня были всегда хорошие проекты, и их было всегда много, я считаю то, что я никогда не работал практически с стандартными какими-нибудь такими бытовыми обычными объектами. Мне посчастливилось всегда работать с хорошими объектами, так как начинал я работать в студии, в такой достаточно матерой, хорошей, в студии дизайна и архитектуры, где проекты уже были хороши сами по себе. Соответственно, все мое портфолио заключалось в том, что оно было собрано из качественных, здоровских, интересных самих по себе проектов, даже не касаемых визуализаций. В целом там было сложно что-то накосячить, когда у тебя качественный дизайн, когда хорошие геометрии, там даже можно было особенно и не стараться с визуализацией, и так было все хорошо. Ну и плюс к тому, что я еще все-таки старался с визуализацией, и дальше проекты шли опять такие же хорошие, и люди, которых интересуют, скажем так, большие дома в классике, они и ищут соответствующий портфолио визуализатора в этой теме. Поэтому будьте здесь внимательны, скажу я вам, насчет дизайна, будьте осмотрительны и выбирайте, что вы делаете. Иногда имеет смысл для портфолио создать даже несколько объектов, может быть даже по небольшой цене или бесплатно. Ну что значит бесплатно? Просто понимайте, что вы делаете это для опыта и для того, чтобы потом выйти на новый уровень. К вопросу о том, как выйти на новый уровень, либо на новых клиентов, вот сегодня у нас был вопрос про иностранных в том числе. Посмотрите, что они в основном заказывают, сделайте таких нескольких проектов и на этом стартуйте. Как минимум это будет полезно. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же здесь про дизайн, мне бы хотелось отметить то, что очень много совершается ошибок по неопытности, по незнанию, ошибок визуализаторов, так как они не знают основных правил дизайна. И эти правила не указаны в дизайн-проектах иногда. Не всегда дизайн-проекты передаются в виде рабочей документации, вернее почти никогда они не передаются в виде рабочей документации. Чаще всего задания выглядят как набор почеркушек, либо план, например, с размерами, с разверткой базовой, и дальше мы разберемся, ввяжемся там, разберемся. И это реальность, тоже с этим спорить, как бы нам это ни не нравилось, спорить с этим бесполезно, потому что можно требовать сколько угодно рабочку, но ее просто тупо не будет, потому что она будет потом. У дизайнера так рассчитано все ведение проекта. Поэтому очень многие вещи визуализатору приходится брать из дизайна, самостоятельно самому, то есть нужно быть немножечко дизайнером. И для того, чтобы быть немножечко дизайнером, нужно взять для себя базовые размеры, нужно знать, нужно знать, что всегда есть подоконник, плинтус, карниз, как они стыкуются, как делается подсветка. То есть все, что дизайнер не может указать физически на чертежах, нужно додумывать самостоятельно. Это тоже еще один из основных крутых вещей и крутых советов для визуализатора, развиваться в плане дизайна. То есть лучший визуализатор – это дизайнеры, потому что и с композицией все в порядке, и с мелочами, и с постановкой, и с пониманием сути. Это то, почему 16-летние школьники, научившись делать визуализацию, никогда не смогут конкурировать уже с бывалыми в этой сфере. Потому что недавно было обсуждение где-то на Рандеру, что вот ой, как много, вообще тема постоянно, ой, как много школьников сейчас, визуализация уже нынче не та, сейчас каждый, кто научится, сможет делать красивую визуализацию, пошел с нуля, научился за месяц и пошел фигачить. Фигушки. Такого не бывает, потому что визуализация состоит из многих параметров. Это не только картинка, которую мы видим в финале. Вернее, не столько. Кроме самой визуализации, там еще и менеджмент, то есть умение общаться, умение договариваться, умение вообще вести диалог. Это тоже очень важное знание, оно равносильно, равнозначно самой визуализации. Еще третья составляющая – это знание дизайна. Насколько вообще вы работаете в теме. Вот три составляющие. Из них сама техническая часть является процентов 30 только по важности. Все остальное нарабатывается опытом, умением, всем остальным. И те, кто умеет работать, вернее, те, кто плачется, что работы нет или еще что-то, чаще всего проблемы находятся в них, потому что работы, авторитетно заявляю, очень много, просто нереально много. И за всю свою практику я ни разу не сталкивался с моментом, когда сидели без каких-то заказов, учитывая то, что даже я не один работаю, целая студия работает. Как только ты делаешь свое дело хорошо, качественно, правильно, позиционируешься нормально, так у тебя сразу же клиентов оказывается… Не сразу же, нет, не скажу, что сразу же, постепенно. Естественно, сразу ничего не бывает, все постепенно. Но если вы идете к одному и тому же, то клиентов становится так много, что, в принципе, с ними справиться будет достаточно проблематично. Так, это тоже все не просто какие-то мысли вслух, а это выводы на протяжении многих лет работы. Сейчас вот просто делюсь то, что есть. Хорошо, записали, да, это восьмой. Восьмая позиция. Позиция номер девять – это наполнение. Наполнение. То, какое будет наполнение, очень сильно влияет на вообще общее восприятие. Вот здесь, в данном случае, наполнение сделано очень качественно, хорошо. Мы, опять же, вернемся к этой картинке, поговорим про… Ну, сейчас просто базово посмотрим, что вот есть виноградик какой-то красивый, такой тройной, есть кустик, очень неплохо выставлены вот эти вот. Хотя, хоть и мелочи, да, но мелочи выставлены достаточно гармонично с картиной. То есть все сделано четко, качественно, аккуратно книги разложены. И можно посмотреть на подобный объект, где все разложено совершенно по-другому. Ну, и интерьер похож не на такой стильный, люксовый или, ну, хотя бы какой-то такой просто презентабельный интерьер, а на какую-то комнату подростка, где раскиданы все модели, которые визуализатор смог скачать с Севермоушена. Вот, опять же, здесь тоже, насколько качественно сделано. Никакой лишний, никаких лишних вещей. Все четко и по делу. Вот, только и всего. И как это украшает весь объект. Восьмой пункт – это наполнение. Мы поговорим про наполнение. Что у нас, когда мы сделали объект, что мы можем туда вставлять и как мы можем вставлять. Какие могут здесь быть ошибки, оборудование, дополнительные мелочи. Все то, что мы включаем дополнительно в объект, помимо для его украшения. Вот это тоже очень сильно влияет на итоговое восприятие. И здесь можно очень сильно накосячить, а можно очень сильно украсить. Ну, то есть, вот представьте, вот если этот интерьер мы возьмем, и вместо вот такого красивого изображения, вернее, такой красивой модельной группы, мы, допустим, здесь поставим тапочки, как обычно бывает, раскидаем кровать какую-нибудь, сюда кинем платье или пиджак, сюда положим, я не знаю, какие-нибудь плавательные трусы. А спокойно могут так сделать визуализаторы, для придания реалистичности. Ну, и уже мы получим не качественный номер, не качественный объект, а какой-то гостиничный номер непонятный, где живут там семья в отпуске. И, естественно, впечатление будет абсолютно обратное от того, что мы хотим передать, ощущение. Ощущение люксовости в данном случае хотим передать. Да, все это передается дополнительными включенными, либо не включенными материалами. Это по дизайну, да, по наполнению. И по здесь же, в восьмой позиции, по наполнению. Когда мы вставляем те или иные элементы, они тоже должны быть сделаны качественно и реалистично. Например, если мы вставляем ноутбук какой-нибудь, мы должны знать, как он выглядит. Всем привычный, например, Apple-овский монитор, либо ноутбук, он не может быть черный, он может быть только серебристый. И серебристый определенного цвета. Потому что мы уже настолько привыкли к определенным вещам, что не воспринимаем их, либо воспринимаем их как инородные тела в нашем объекте, если они сделаны неправильно. Вот на это стоит очень тоже пристальное внимание обратить. И если не уверены, либо если не получается материал, лучше убрать, либо лучше заменить на какой-нибудь ноунейм, чем сделать его некачественно. То же самое касается и тренажеров. Из последнего примера, когда тренажеры просто были взяты из R-Motion, по-моему, без редактирования материалов, и вставлены в сцену. Там пластик, ну, просто какой не может быть. Пластик, в принципе, он был какой-то светлый. Пластик, ну, по-любому все привыкли, что он такой темный или черный. Беговая дорожка, например, всегда черная резина. Она не может быть серая. Вот такие вот мелочи, они очень сильно убивают все впечатление от общего изображения. Мы должны их знать, и мы должны их избегать. Мы должны с ними работать достаточно плотно, чтобы не совершать этих ошибок. Я имею в виду, если вы визуализатор, если дизайнер, то тоже будет проще указать это дело. Ну, и это один из примеров. Всего у нас там 12 позиций в наполнении, о которых мы с вами поговорим. Это было девятое. И десятое – это постобработка. Любое изображение, которое мы выводим через Max, должно быть обработано в Photoshop специальным образом. Этому есть много разных причин. Об этом тоже мы поговорим в отдельном блоке про как раз постобработку. Очень сложно и не нужно добиваться идеальной картинки сразу с 3D Max. Все идет через Photoshop, через усиление тех вещей, которые надо усилить визуально, и ослабление, либо изменение по цвету – то, что нужно скрыть. Очень много нужно здесь поработать. До, не знаю, наверное, 50% эффекта, если не больше, добавляется через Photoshop. Притом Photoshop занимает каждой картинке не более 5 минут. Очень быстро делается. Может быть, даже 30 секунд. То есть, буквально за 3 кнопочки, там, Brightness, Contrast, с терочкой можно решить очень много проблем, которые отображены были на некачественной условной визуализации. Вот 10 пунктов, к которым мы будем работать. По каждому из них у меня есть определенные примеры и вещи, которые мы хотим обсудить. Теперь вопросы, если есть. Давайте ответим на вопросы. И потом перейдем к первому пункту – моделингу. Если кто-то задавал вопросы чуть-чуть выше, то пересадайте, пожалуйста, чтобы я наверх не мотал. Немножечко отвечу. Почему только серебристый? У меня первый был белый. Ну, потому что первый был белый лет 20 назад. Я утрирую, конечно, вы поняли. Потому что мы должны показывать современное на Био у нас ощущение. У нас все новое, качественное, люксовое, а не бабушкин халат и белый Макинтош. Потому что мы делаем новое всегда и должны следовать этому ощущению. На месте визуализатора можно выпендриваться над каждым кадром только в том случае, если есть уверенность, что не будет изменений. Как их избежать? Избежать изменений визуализатору никак не получится. Даже не надейтесь. Изменения будут по-любому, всегда. Вопрос в том, как вы будете на них реагировать, в какой момент они будут и по чьей вине они будут. Изменения по вине визуализатора, естественно, это минус в карму визуализатора. И при достижении определенного минуса с ним уже не будут работать. Ну, просто потому что невыгодно человеку объяснять одно и то же несколько раз. А если это по вине дизайнера происходит, то здесь все достаточно просто. У нас есть очень хороший договор, отражающий все необходимые условия для работы четкой и понятной визуализации визуализатора и дизайнера, так, чтобы никому не было обидно. Если какие-то изменения приходят, то, уверяю вас, не проблема дизайнеру доплатить деньги за то, что будут сделаны изменения по его вине. Ну, просто потому что если у дизайнера грамотный менеджмент его с его же клиентом, то, скорее всего, эти изменения дизайнер возьмет за это деньги с клиента. Либо, если он с клиента брать деньги не будет, то у него уже в изначальной цене заложены эти изменения. Он понимает, что он делает там три варианта, например, с вас это будет просить, он уже внутренне для себя решил, что у него было три варианта. Другое дело, что он может вам не сказать, но это поступать так не очень хорошо, конечно, но люди, естественно, все разные. Кто-то может поступать не очень хорошо, даст большую предоплату и потом будет выжимать как лимон, говоря, что сейчас вообще никто денег не получит. Но это, можно сказать, какое-то жульничество, и здесь уже никто не застрахован. Единственное, что вы можете сделать, это немножко подстраховаться, заключив определенный договор. То есть договориться с клиентом, что изменения будут в рамках определенных, у нас это 20%, например, технического задания, дизайнер может поменять. Все, что свыше, оплачивается дополнительно. Я считаю это честно. Работа дизайнера сделать так, чтобы все задание было продумано заранее, это его работа, просто он ленится и не выполняет свою работу, я считаю, если задание поставлено неконкретно. А задача визуализатора – нарисовать это. Есть разные способы работы, при всем при этом, есть почасовая оплата, если у меня нет задания, я говорю, ты рисуй, а там скажешь, сколько это будет стоить. Но я просто готов при этом идти на какие-то жертвы финансовые, например, тоже. Тоже очень большая тема, сейчас останавливаться не буду. Способы есть, все заключается просто в переговоре, в переговорах, и пониманием, к чему это может привести. Так, насколько актуален… Сейчас, секундочку. Берем материал Presets Pro, используйте в работу, по мне их очень удобные фишки. Нет, я не использую, не знаю, что это такое, Presets Pro, смысла не вижу. Я так понимаю, это какие-то специальные настройки предварительные. Там просто настройки настолько простые, вот вообще в целом, и меняются настолько легко, что что-то еще дополнительно скачивать. Может быть, это удобно для вас, я не могу прокомментировать. Недавно вышла новость про визуализацию ресторанов. Аня Кабаник получил, что заказчик не заплатил деньги за услуги визуализации, разве не было договора? Да, договора не было. Каким образом способом можно оградиться от таких недобросовестных заказчиков? Не делать работу. Договора не было, да, и как оградиться, не делать работу без договора. Вот и все. Сколько актуален Mental Ray по вашему мнению? Для архитектурной визуализации я считаю, что V-Ray и 3D Max это то, что нужно сейчас рынку. Ну то есть, если кто-то будет делать визуализацию в Mental Ray, многие студии просто у них не закажут. Кто-то закажет, но очень мало. Вы просто сужаете сами для себя рынок, сами для себя нишу сужаете и отказываетесь от 95% заказчиков. Ну то есть, нормально, да, почему бы и нет. Если вам это выгодно по каким-то показателям в вашем внутреннем, то делайте. Ваши картинки совсем не загружаешься, можно сделать без примеров плохо. Так, не знаю. Должно загружаться. Пока ничего больше сделать нельзя. Как оплачиваются переделки? По договору. Договор можно как-то увидеть. Можно, но не сейчас, попозже, в следующих каких-то занятиях. Не в этой теме, отдельно. Просто обработка нескольких... Или на конференции по-любому будет в апреле. Просто обработка нескольких ракурсов. Вы экшеном делаете или есть другие примеры для ускорения процесса? Никаких экшенов. Вручную все. Недолго занимает времени. Если все подготовлено нормально. Экшенов не может быть, потому что там у вас всегда качественная работа идет через слои пасса. То есть, вы выделяете, у вас выделение. Ну нет, кто-то может работать, но мне кажется, удобнее так. Опять же, это все не то, что я сказал, так это правильно. И есть очень много способов сделать одно и то же действие. Я бы сейчас не хотел это обсуждать. Где можно посмотреть примеры договора? Не сейчас, попозже. Просто текстуру поменять это является изменением. Нет. Текстуру поменять это не является сильно большим изменением. Например, в 20% что может войти? Изменение текстуры, изменение какого-нибудь, например, модели, стула. Заказчик говорит, все хорошо, но давайте поменяем, пожалуйста, стул на какой-то другой и текстуру пола на более светлую или там вообще другую сделаем, зебрано. И пересчитаем картинку. Ну вот 20% изменений, например, у вас технического задания сделано. С учетом того, что у вас 5 предметов мебели, например. Все остальное, если нам будет и стул поменять, и диван, и геометрию, ну значит, уже нужно доплатить. По ощущениям собирайте, здесь нет какого-то строгого правила. По ощущениям выберите для себя в ту приемлемую грань, где вы готовы переделывать, и где не готовы переделывать. Потому что откуда берется 20%? Потому что цена называется изначально не такая большая. Если вы называете 100 уе, например, за работу и делаете ее за 80-20, у вас 20% это про запас, это одно. Если вы называете 200 уе сразу же, то у вас может быть и 50% изменений, если у вас покупают за 200. То есть вопрос это к тому, какая у вас цена. Тут же никто вам не диктует, какую цену называть. Может быть вы продадите визуализацию за 50 долларов за метр. Ну так я только приду поучиться у вас, как вы это сделали. Вопрос ценообразования. Что значит конкретно поставить задачи на виз? Тоже не сейчас. Что должно быть в ТЗ? Тоже не сейчас, не очень быстро. Это отдельная тема у нас будет. 10-15-20% допустим к изменению в ТЗ как реализации, как реализуется там практики. Про ТЗ поговорим отдельно. У нас там будет отдельный блок. Хорошо. Я вижу, в основном идут вопросы по договору и по ТЗ. Как мы и говорили, у нас будет отдельная песня про это все дело. Отдельные какие-то мероприятия. Где-то это будет отдельно рассказано. Вопросы свои копите. И когда у нас будет акция на участие в этих мероприятиях, регистрируйтесь, задавайте. И мы их все подробненько разберем. Давайте еще раз перечислим в конце ознакомительной части 10 позиций, по которым мы будем работать для того, чтобы получить качественную картинку. Первый моделинг, второй текстуринг, третий материалы, четвертый свет, пятое качество рендера, шестое позиция камеры, седьмое композиция, девятое дизайн, десятое наполнение. Все, одиннадцатого нет.